200 тысяч долларов – самая дорогая свадьба, которую вы делали. Наверное, да. В этом году, начиная с 2024 года, моя команда, мы не берем мероприятия со спиртным. Как проходили мероприятия у близких родственников президента? Крутые у нас, короткие. Да. Вытянули из Голландии сисикетч, чтобы она у них дома. Спела. Во дворе спела. Вот скоро сейчас январь будет, на ум разлетаем. Расслабимся, говорю, сейчас давай отработаем. То и неотъемлемая часть жизни каждого кыргызстанца, поэтому сегодня мы решили разобрать то индустрию Кыргызстана, а поможет нам в этом ведущий и организатор мероприятия Нурсултан Майназаров. Нурсултан, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Давайте разбирать. Давайте, рада вас видеть. Давайте начнем с вашей деятельности. Как вы решили стать ведущим? И, может быть, вы сейчас вспомните, как вы проводили свою первую свадьбу? Конечно, с удовольствием. Мы играли в КВН, начиная с 2008 года. И вы знаете, в основном КВНщики на сегодняшний день – это ребята, которые работают в киноиндустрии, работают ведущими, организаторами мероприятий. И поэтому мы тоже по стопам наших друзей играли в КВН. Потом в 2011 году я попал на телевидение, в КТРК. Первая моя работа сразу началась с прямого эфира. Анкара-Бишкек, телемост мы проводили. Вот Нурзат Татусунова, Иркин Усулбеков – это были те люди, которые меня редактировали, то есть приглашали, рассматривали в качестве кандидата ведущего. В 2012 году я уже конкретно начал работать в той индустрии. Написал в «Одноклассники», сказал, вот я ведущий, там провожу мероприятия. И помню, мне один парень написал, говорит, вот 31 августа у меня свадьба, говорит, так я можете провести. Вы запомнили своего первого клиента? Конечно, этого момента нельзя забыть. То есть я такой, хорошо, он спрашивает, «Ханчо, вот сколько стоит?» А я такой, ну, в целом не знаю, какие расценки. Это мой первый той индустрии, и год 2012. Я говорю, я прихожу с диджеем, 350 долларов, короче. А он такой, скидкал первой везде, я говорю, хорошо, ищу скульпрейдом. Он такой, давай, короче. И вот так мы встретились, поговорили. И вот настал день Икс, да, в этот день, 31 августа, мы провели той. Вот, я максимально старался не показывать то, что это мой первый той. То есть старался, да, не, не, я не переживал, но старался, ну, как бы с максимальной отдачей работать. Единственный был момент, такой официант ко мне подходит, старший, говорит, «Беринчи с томах, тхачем берёйся, екенчи с томах, тхачем берёйся, ейттхачанчик сын». А я же не понимаю такие вещи, да. То есть такой был первый такой шок, я говорю, «Сен, обычно андаевресен, шонды берёй». Короче, вот так вырулили. Все, она меня «везмор, берёйся». Я говорю, берёйся, берёйся, берёйся. Ну, на тот день я думал, что вот мне заплатили 300 долларов, и я должен максимально себя проявить. И людям нравилось или не нравилось, хотели они этого или нет. Я проводил конкурсы, короче, я проводил конкурсы, конкурсы. В общем, ну, в завершении байке поблагодарил меня. Клиенты остались довольны, да? Да-да-да, довольны. Я такой, «Ух, куда я гашибер, куда я гашибер?» И вот так, как бы, первую свадьбу мы отыграли. Вообще, этому нигде не учат, да? То есть нет такого места, куда можно прийти, обучиться и пойти работать на свадьбах. Какими главными качествами должен обладать человек, решивший связать свою жизнь с мероприятиями? У каждого ведущего есть своё видение на то, как он любит проводить мероприятия. Есть свой формат, есть своя тактика. Прежде всего, конечно, раз он ведущий, он должен уметь хорошо говорить, хорошо выступать, приятно выступать, уметь контролировать аудиторию, уметь работать с аудиторией, знать, какая это аудитория и какой язык проведения ТОЯ им подойдёт. Вот это очень важно. Тембр голоса тоже очень важный. Многие гости не любят, когда ведущий кричит в микрофон, либо старается больше говорить, кому-то что-то доказывать. Да, люди не любят, когда ведущий издевается над кем-то. У нас, кстати, такое часто бывало, да? Да, часто бывает. Ведущий старается, как бы, сделать такой юмористический подход, подкол, да, гостям, да, и развеселить аудиторию, конечно, но бывает и получается это, да? Как бы, потому что у кого-то есть муж, у кого-то есть жена, да? Намус, все-таки, да? То есть, поэтому, бывают такие моменты, но нужно стараться как-то это обходить. Вот, мы, мы, слава богу, такого не делаем, честно. Это прям принципиально для меня, это очень принципиально. Самые востребованные топ-3 артиста в Кыргызстане? Ну, безусловно, это Мирбек Атабеков. Топ-3? Да. Блин, тяжело назвать. Смотрите, вот еще такой момент. Например, если гости у нас, скажем, с юга, мы предлагаем других артистов. То есть, отличается. Да, отличается, поэтому топ-3 назвать тяжело, да? Ну, Мирбек, он и туда, и туда. Как бы, ну, конечно, все от вкуса и желания, да? Кому-то, кто-то может сказать, я хочу, я не хочу его слушать. Я хочу других артистов слушать. Абсолютно правильно. Вот, поэтому есть очень много хороших артистов у нас, которые такие хорошие, классные песни. У нас, значит, топ-1 только. Мирбек Атабеков. Да. Ну, нет, очень. Ну, в целом, все их знают, да? То есть, например, на юге просто, это я сам вырос на юге. Мирбек Атабелумс, Нарына. Ну, в Бишкеке вырос. Получается, первые 12 лет моей жизни прошли в Бишкеке. Потом, так, примерно 7 лет, 6 лет я жил на юге. Паткене. Кадамджай. Да, в турецком лицее там учился. Поэтому менталитет юга для меня очень близкий. То есть, я понимаю, как там люди мыслят, как люди с юга, то есть, любят сидеть на той, например, у них битрейт музыки намного веселее, то есть, выше идет. То есть, они любят заводные там танцы. Например, чуйский, если будет группа ЛС выступать, да, там с низким битрейтом, ты мне нужна, цедебили, вообще-то, и вот такие, да. Поэтому здесь дело вкуса и дело аудитории. А вы вообще ведете какой-нибудь счет? Сколько вы мероприятий провели? Именно свадьбы, давайте возьмем. Нет, мы счет. Я не знаю. Ну, это не только же то и свадьбы. То есть, было так, то, что мы работали днем в одном месте, в обед на другом мероприятии и вечером на той. То есть, это очень тяжело. Есть прям... Костя Бесен. Спасибо моей супруге, то, что она все это понимает. Она прям меня везде готовит, четко она знает, куда, что я должен надеть, как подготовиться. и знает, что в то время я вот не хожу на всякие щереные посиделки, даже вот футбол перестал играть, да, вот. То есть, либо еще такие другие развлекательные мероприятия. Когда нужно работать, я только работаю. А в остальное время, например, когда у нас такой слабенький сезон, я вообще не беру мероприятия, и мы отдыхаем. Там конкретно отдыхаем, вылетаем. Ну, стараемся максимум, как бы, уделить время семье, детям. Самая дорогая VIP-свадьба, которую вы проводили, какой был бюджет и как это было? Ну, VIP-свадьб очень много было. Ну, самый такой дорогой бюджет у вас? Бюджет ТОЯ? Да. Самый дорогой бюджет ТОЯ. Можно, наверное, 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов самая дорогая свадьба, которую вы вели? Наверное, да. Ну, не больше, мне кажется. Не больше. Вообще, у нас в Кыргызстане, да, ТОЯ отмечают любой новый этап жизни человека, там, с рождения, начиная, там, родился, вещик той, шо той, сына той, и так далее. Можно ли вообще это сказать показателем благосостояния людей? ТОЯ – это хорошо, на самом деле, да, но я сам против того, чтобы… вот сам в семье очень редко провожу ТОЯ. Вот, и сам против того, чтобы люди прям постоянно делали ТОЯ. Да, это моя работа, да, это хорошо, но нужно учитывать все факторы, то есть, я бы, например, я за, чтобы они душевно в кругу самых близких и родных проводили ТОЯ. Я за, чтобы наши друзья, ну, соотечественники, да, чтобы они не тратили много денег на ТОЯ, хотя это мой хлеб, да, может, что я сейчас скажу, будет как бы идти против меня, но на самом деле сраб болбосный действий, да, то есть, хочется, чтобы, ну, наши ребята, молодые ребята, мне иногда звонят, говорят, «Окей, вошь, хоханчолы». Я говорю, «Ну, вошь, я бы шкейг-то ужинчай, вошь хоханчолы». Дороже, да, то есть, на 40-30-40% дороже стоимость. Говорит, и хомоткин. Говорит, салпорт персен, на 48-47% после 1 вероятности. 1-й салпорт перс еноста, у Pop況 гонке, 1-й салпорт персен, в виде Appreci have a good job, у меня Dс oiki. Там прозрач hunger, В Д sus? А если что есть, то ли ты могу сказать? Мне кажется, что у кыргызов есть такое понятие И проводить скромно тое у нас нельзя, потому что это считается, что ты вот жадничаешь Да, ну давайте вот так Я за, чтобы это было не скромно Я за, чтобы это было душевно Душевно, да, вот душевно Вот душевно, когда, например, сейчас, на сегодняшний день модно, чтобы родители как-то выступали, что-то они готовили Например, брат какой-то стих запишет или какую-то песню сестренка запишет Да, вот такие выступления, они сейчас очень модные на самом деле Трогательные моменты, да Я за, чтобы было это трогательно, чтобы это было очень так душевно, весело Ну и по бюджету, конечно, нужно везде поставлять разные приоритеты Можно иногда пригласить меньше артистов, ну таких хороших И остальное время забить как-то, ну, другими номерами, да Другими номерами ведущего и плюс, скажем, самих же хозяев праздника Вот я за, чтобы все это было душевно Ну и давайте подытожим, да Кыргызские тои – это роскошь или расточительство? Как вы считаете? Ну, есть в этом и роскошь, и расточительство Это относительно от людей То есть, например, кто-то старается вот Старается просто вот деньги на ветер Есть очень много богатых людей, которые не хотят так проводить тои Которые стараются более скромнее проводить тои Я вам вот такой могу пример хороший дать в моей жизни, который был таким уроком для меня тоже Ко мне пришел наш заказчик, которого я хорошо знаю, который хорошо живет У него, скажем, такой дом хороший, машина и доход хороший, да, в жизни Несколько бизнесов Он говорит, хочу исправить отцу юбилей Я говорю, Байке, сколько у вас гостей? Он говорит, 120 Я говорю, давайте выберем, скажем, Фрунзе я ему предложил Я прекрасно понимаю Говорю, давайте сделаем так Артистов расписал, говорю, давайте вот того-то, того-то, того-то пригласим Декор хороший сделаем Видео отцу снимем, ролик такой Ну, грубо говоря, историю жизни этого человека Ну, все-таки юбилей, да И это подготовим, то подготовим Там чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Расписал, он такой, меня послушал, говорит, да, Фрунзе, классно, это все классно И ушел Потом, говорит, давай, Нурстан, еще раз встретимся Мы еще раз встретились, он все мне поменял Мне, говорит, давай мне ресторан другой найди Пожалуйста, где, говорит, средний чек будет, ну, в районе 1200 сон Говорю, блин, ну, почему, мне ж жанчить, что ли? Говорю, хорошо, как я, говорю, ну, наверное, думаю, есть в этом Более такие правильные направления свои Потом, говорит, давай, вот так сделаем 1200 для наш по сну Ну, пусть это будет такой более скромный ресторан Декорацию, говорит, ничего не надо Говорю, давай, артистов всех уберем И озвучил мне таких артистов, которых я очень редко слышал Они попроще Да, вообще, я их даже половину, даже не видел, не знаю, да Вот, и потом, говорит, ну, мы начали дальше разбирать Я говорю, Байке, почему, говорю, такой результат Султан, говорит, я все понимаю, я тебя понимаю Сейчас ты, говорит, максимально делаешь свою работу Хочешь, чтобы это было незабываемо Но, говорит, менен, а тамнын биртуандары Родные, братья, ну, говорит, они простые люди, говорит Есть их дети, дейт Аларын балдаруар, ну, что там Аларын балдаруар, мен аларын, дай, той льорн билем, дейтт, барчурам, дейтт И не хочется так, чтобы, когда они сидели, говорит, блин Ушел, мен балдар, мам, дай, той, откор, кералбайт Деген ой болвосы, понимаете? Фишка в этом Говорит, все, я, говорит, сделал настрой, акцент на том Как вообще у нас в семье, в роду проводится той Пусть это будет на таком уровне Душевно? Да, ну, душевно, да, ну, душевно Я говорю, тогда давайте чуть-чуть поменяем Некоторые изменения сделали И мы сделали тоже акцент на такие конкурсы Он мне дал пачку пятитысячных сумм Говорит, если я дам дейтт, мой родственник подумает, что мне это нужно как-то возвратить Ну, как бы, морально Но, говорит, если ты как нейтральный человек в лице ведущего будешь Раздавать? Да, просто люди, чтобы всем было комфортно Он хотел, чтобы всем гостям было комфортно Ну, это действительно так же У нас как бывает Приходишь на свадьбу, видишь, как это все шикарно проходит И люди думают, что мы не должны провести хуже этого И из-за этого у нас круговорот Да, он сломал этот стиль, я типа, он сказал Хочу на уровне всех моих родственников Чтобы это было незабываемо, душевно И просто Бывают такие мероприятия, где бюджет огромный Где огромный бюджет Где хотят, чтобы все было дорого, красиво Ну, вот, прям, не сказать, что это самый такой душевный, приятный, хороший, тайно Все такие серьезные, все такие деловые, там, друг друга вот так оценивают И сейчас смотрят, да Ох, какое платье, да Какие аксессуары, кто как, с кем сидит Где сидит, там, повыше, пониже Ну, то есть, это, прям, никто об этом не говорит Но это чувствуется Мы же люди, мы чувствуем энергию, да Атмосферу, прям, бывает, что энергия, там, тяжелая, да Ну, и тоже ведущая ему тяжело дома старается все это разглаживать Кажется, в последнее время люди стали более осознаннее, да И сейчас даже, если вы заметили, больше проводят просто молодежную свадьбу Без массового скопления людей и так далее Ну, да, они, вот, например, с родственниками, с родными проводят дома В кругу близких, родных отдельно А потом с друзьями, ну, с партнерами там И отдельно проводят, да, с коллегами вот так Ну, в принципе, я за, чтобы им было комфортно Главное, чтобы они правильно расставляли приоритеты в своей жизни Может, да, может, они сохраняют бюджет И, как бы, эти деньги пускают на новое детище в своей жизни То есть, может, что-то запускают, какой-то бизнес Пусть это будет мелкий бизнес Это вообще круто, это же люди будут развиваться То есть, вообще, я за, чтобы бизнес развивался Потому что, как бы, если бизнес будет развиваться То есть, люди будут развиваться У людей будут крутиться деньги Мы будем идти вперед То есть, и у всех будет работа Как вы считаете, вообще, нужна ли революция той индустрии в Кыргызстане? Я считаю, что именно в этом году нужна революция И как она должна проявиться? Мы уже начали тестировать в прошлом году В конце прошлого года Мы провели два блока То есть, обычно как? Это первый блок, антракт Второй блок, антракт Третий блок Первое горячее блюдо Второе горячее блюдо Третье горячее блюдо Это такой золотой стандарт Той, да И мы сделали два блока Это была свадьба Сделали два блока Первый блок, антракт 40 минут И второй блок И затем сделали автопати для желающих И не было вообще тостов Не было тостов Это было 100 человек Свадьба мне очень понравилась И понравились, скажем Ну, грубо говоря, сами клиенты Вот И веселья было много Было очень душевно И, например, они с Оргмент потанцевали Вот уже мы второе горячее блюдо дали И потом через минут 30 мы разрезали торт сразу Торт разрезали Букет кинули И потом второй блок завершили И я всех поблагодарил Сказал, что это завершение вечера Что на этом Той заканчивается Официальная часть, да? И желающие могут как бы идти домой Но для желающих будет автопати, где будут там выступать Там Мирбека Тобеяков, там группа Эле Шухран Якуб Да, вот Они Получается Вот И озвучил артистов, которые будут выступать после Тойя Сразу там же И кто-то ушел Кому-то нужно было идти Это был будний день То есть на следующий день Это был тоже рабочий день Поэтому кому-то нужно было идти У кого-то были еще дети Ну, садик Парда Все-таки, да А кто-то остался веселиться То есть Это было комфортно для всех И мне этот формат тоже понравился И То есть Там было только два горячих блюда Два горячих блюда Два блока И два больших антракта И очень много веселья Коротко получается И динамично Динамично, да Ну, не коротко, но динамично было Ну, по времени-то сократилось еще Да, да Чуть сократилось, да Ну, развлечения было больше Да, 12 лет вы ведете мероприятия И неужели у вас не было такого-то, что все Я завершаю с этими итогами И больше не хочу их вести Сейчас мне хочется работать Не на всех мероприятиях А на таких хороших, душевных Пусть это будет меньше Но пусть каждое мероприятие прям запомнится И для меня, и для нашей команды И для гостей Вот сейчас мы делаем акцент на это Вот плюс В этом году Начиная с 2024 года Мы Я, моя команда Мы не берем Мероприятия Со спиртным То есть, да Были клиенты Которые мы уже взяли Мы Есть клиенты Которых мы взяли в 2023 году Представляете? То есть они заранее нам звонят Говорят Вот через 5 месяцев у нас стоит Конечно, мы для таких людей условия Не будем ставить Это как бы Неправильно Вот Некорректно Но для новых заказчиков Сейчас мы спрашиваем А у вас будет спиртное Если они говорят Да, мы говорим К сожалению, мы не сможем А с чем это связано? Ну, это связано С моим духовным состоянием Сейчас Мне это тяжело Раньше я как-то старался У меня были другие намерения То есть Я В один момент В 2015-16 году Хотел Поставить крест То есть Уже не хотел работать на тое Представляете? Я объявляю антракт Антракт объявляем Кто-то танцует Кто-то на улице А сам иду читать намаз Такой Дисбаланс Сам иду читать намаз Такой Считаю себя двуличным человеком Потом Я такой Блин, что-то не то Из-за того, что вокруг все пили? Да Ну, кто-то пьяный Ну, кто-то Ну, там веселятся Там танцуют Как бы в религии у нас Это Не приветствуется Да И Поговорила с многими устазами Они сказали Нет Говорит Ну, Султан, оставайся Говорит Хау Говорит Понимаешь? Говорит Когда ты там Говорит Люди приходят То есть там 300-400 человек Говорит Микрофон у тебя То есть Если ты Даже Просто не будешь делать Плохие конкурсы Говорит Не будешь творить Безобразные дела Говорит Это уже плюс Для нас Для всех мусульман Это уже плюс Да Говорит Ты рискуешь Но если Говорит Намерение Себя хорошее Поставишь И плюс Моментами Будешь Правильные наставления Давать Молодым Такие правильные наставления Хорошие наставления Как в исламе говорится Что жена должна хорошо Относиться к мужу В то же время Муж должен Наилучший из вас Тот Для мужчин Пророк Солари Сэм Сказал Тот мужчина Который лучше Относится К своей жене К своей семье Поэтому Такие легкие наставления Не обязательно Говорит Хадис Употреблять Это слово Просто старайся Давать хорошие наставления Не делать Такие Развратные вещи И говорит Это уже будет Хороший плюс И на то время Очень мало Проводили мероприятия Без спиртного То есть Очень люди боялись Они как думали Если есть спиртное Все будет весело Все будет прям Всем будет классно А если спиртного Не будет Это будет как-то скучно Но За Все эти годы Мы Доказали То что Без спиртного Тоже можно Очень хорошо Прям классно Отдохнуть Повеселиться Мне кажется Сейчас была Интересная информация Для наших Зрителей Потому что Многие думают То что Без спиртного Без алкоголя Сложно Вообще Развеселить Людей Это смотрите Этот менталитет Откуда пришел То есть Раньше Давно-давно То есть Когда там Снимали То и только На одну камеру Там Тамада Он был All in one То есть Он был И ведущий И танцор И певец Вспомните Свадьбы своих родителей Он был Он все в одном Получается И Прям не было Такого Понятия Чтобы артисты Приходили Там артисты Приходили Исключительно Для таких Богатых Статусных Людей Чиновников Вот так А для Обычного Населения Артисты Не приходили То есть И гости Сами пели Гости Сами пели Бывает же так А для Тай И Люди Когда они Выпивали Они были Смелее То есть Они Та-дам И И Гостям Которые Выпили Все это Казалось Очень Веселым То есть Они Не обращали Внимания На такие Мелкие Ошибки Или Если он Неправильно Поет Им Самое Главное Было Весело То есть Вот так И заложилось Но на Сегодняшний День Шоу Индустрия Позволяет Делать Такие Результаты Что Можно Без Спиртного Очень Хорошо И четко Провести Тофе Очень Прям Весело Мы Иногда Клиент Спрашивает Говорит Я 50 на 50 Думаю Ставить Спиртной Или Не Ставить Мы Конечно Советуем Не Ставить Мы Говорим Байки Мы Уже На практике Очень Много Раз Все Это Делали Давайте Мы Сделаем Хороший Шоу Программ Просто Бюджет Спиртного Переведем На шоу Программу И Все Будет Очень Весело Запоминающийся Очень Мы Все Четко Сделаем Я Вам Это Гарантирую И Действительно Все Классно Проходило Ну Конечно Есть Моменты Где Когда Не Ставят Люди Сами Выходят Да Выходят Находят Это Другое Ну От Этого Уже Ничего Не Поделаешь Да Как Б Прям Сильных Запретов Нет Ну Хозяин Сам Не Ставит Спиртное И Мне Мне Кажется Да У них То И Я Так Для себя Представил У них Мне Кажется Дети И Счастливее Да Все Таки Бата Это Жи Искренне Должно Это Прямо От Всего Сердца И Это Должно Быть Сознательно То Когда Он Прям Спрашивает У Всевышнего Господа Благо Здоровья Счастья Своим Детям И Когда Человек Не Выпившись Возможности Больше Что Примется Твоя Молитва Вероятность И Ну Как-то Так Ну Жстан Скажите Я думаю Наверняка Вы проводили Супер Закрытые Мероприятия Супер Закрытые Тои Было Такое Мы Очень Как бы Много Раз Это Делали Но Как Слово За Себя Говорит Это Закрытое Мероприятие Мы Подписывали Какой-то Договор Не Мы Не Подписываем Условно Да Условно Понимаем Что Нельзя Разглашать Той На самом Деле Это Правильно То есть Это Аманат Для нас Это В первую Очередь Это Аманат То есть Я Сам Слежу Чтобы Никто Не Фотографировал Не Снимал Все На Той Это Возможно Это Бывает Иногда Не Только Чиновников А Просто Ну Таких Людей Которые Хотят Закрыто Посидеть Чтобы Никто Не Видел Кто Не Слышал Не Знал Они Хорошо Посидели Мы Все Организовали Все Четко И Ну Как бы Благо Как бы На Сегодняшний День Как бы Все Было Втайне А Вели ли Вы Мероприятие Для Садыра Джапарова Президента Нет Мы Не Вели Может Для Детей Президента Нет А Ну Как Для Родственников Мы Вели Для Лично Его Семьи Не Вели Как Проходили Мероприятия У Близких Родственников Президента На Мой Вгляд Они Очень Скромно Посидели Было Даже Так Что Они Посидели Днем Днем Просто Сказали Хотим Посидеть Днем Просто Встретить Всех Родственников Пообниматься И Как Отметить События Юбилей День Рождения Были Проводы Были Получается Мы Проводили И Все Это Было Очень Скромно Для меня Я Тоже Правильно Воспринимал Потому Что Мне Задачу Дали Сказали Там Все Это Должно Быть Скромно Аша Чапай Вот И Душевно Ну Я И проводил Но Президента Не было В зале Всегда Супруга Была Моментами Все Артистов Приглашают Через вас Зачастую Да А Если Вот Например Заказчик Хочет Мировую Какую-то Звезду Вы Их Тоже Пригласить Да Мы можем Пригласить Есть выход Да На многих Есть выход А кого Приглашали Мы Приглашали Си Си Кетч Да Она по-моему Из Голландии Прилетела На свадьбу Чтобы успеть Нет Это был Дома Той был Дома В Кёгджаре Ничего себе Да Они сами Пригласили Сами договорились То есть Мы Мы им Организовали Просто Все Вот И Ну Я так Для себя Подумал Блин Крутые У нас Да Вытянули Из Голландии Си Си Кетч Чтобы У них Дома Во дворе Спела Ничего себе Ну Так Было Приятно Ну Проводили Той Ну Очень часто С Казахстана Артисты Приезжают Гайрат Нуртас Был той Недавно На автопаде Ирина Гайрат На группу Приезжала Ничего себе Потом Икс Чо Вот Такой Это Для молодых Классно Ну Это после Свадьбы Как раз Икс Чо Я его просто Обожаю Классно И все это Было Прямо здесь Где мы Сейчас С вами Сидим В Шаратоне Да Вот Ну Было Так Что Ну Яла Очень часто К нам Приезжают Из Узбекистана Часто Хайрат Нуртас Приезжает На мероприятия Наши Потом Ну Это Такие Ближние Как бы Все-таки Восточные Песни Людям Нравится Много К нам В Кыргызстан Приезжали Прямо Очень много Они У многих То есть На мероприятия Они приезжают Там Где я Работаю Там Иногда Где меня Нет Но я В соцсетях Вижу Вот Потом Приезжали Приезжали Так Кто еще Приезжал У нас Город 312 Приезжал На то В общем Кыргызи Могут Тебе позволить Да Мировых В принципе Да Как бы Если Заказчик Хочет Мы Не против Вообще Вы правильно Сказали Мне кажется Сейчас Той Это больше Кредитно-депозитные Отношения И Когда Там Например Человек Собирается Организовывать Например Той Главный вопрос Стоит Окупится ли Той Благодаря Подаренным Денюжкам Ну вот Смотрите Зачастую Зачастую Как бывает У богатых Людей Все Окупается У среднего Населения Еле-еле А вот Чуть ниже Они Очень сильно В минус И для Например Мочь ему Где-то Как-то Так Потому что Ну Потому что Он Это Я В молодости Поэтому Ну Как-то Мне кажется Нужно поддерживать Но есть Люди Например У которых Есть Деньги Но Они Прям Просто Жадные И Когда Мы Разговариваем Я Это Чувствую И Таким Конечно Вообще Нет Уступки Ну И Наверное Давайте Спросим Про Ваш Бюджет Потому что Наверное Многим Интересно Сколько Будет Стоит Провести Той Привлечь Вас Как Ведущего У нас На Сегодняшний День Цены 1300 1400 1500 И Просто Например На Выходные Дни Или Более Масштабные Мероприятия Цена Чуть Дороже А На Будни Либо Детские Мероприятия Либо Дни Рождения Цена Чуть Дешевле 1300 Это 1300 Смотрите 400 Долларов Мы Закладываем На Команды Это Их Работа Их Качественная Работа За Которую Я Сам Вручаюсь Вот Это Диджей Ивент Менеджер Координатор То есть 400 Доллар Это Их Оплата 900 Оплата Это 900 Моя Есть Мне Просто Комфортно Чтобы Держать Планку Нужна Команда Чтобы Все Было Четко Чтобы Я Напоминаете Курьезные Случаи Чтобы Прям Честно Меня Часто Об этом Спрашивают Но Может Быть Свадьбу Назначили А Потом Молодожены Поругались А Нет Такое Бывает Для Мне Это Не Курьезный Случай И Что Прям Отменяется Свадьба Отменяется Мы Им Тоже Задатки Возвращаем У Раз Как бы Не Получилось Сейчас Проблем Бывает Такое Я Еще Хорошо Хорошо Они Сейчас Разошлись С тобой Потом Детки Женились Подписи Поставлены Уже Сошлись Объявили Всем И Потом Бывает Многие Расстаются Иногда Я Клиентов Своих Женихов Говорю Все Хорошо У тебя Как Семья Детки Есть Блин Байки Я Не Живу Развелись Получается Ну Да А Бывает К Зату Провели Какой Девушке Потом Получается Она Развелась И я Второй Зату Провожу Такое Тоже Бывает Поэтому Как бы Это Жизнь Ну Я За Чтобы Люди Понимали Осознанно К этому Приходили Ну Это Все Так Серьезно Союз Двух Людей Союз Двух Семей Как Бы Это Очень Серьезно Поэтому Нужно Нам Максимально Осознанно К этому Приходить И Правильно Расставлять Приоритеты Ну и В завершении По Десятибалльной Шкале Насколько Счастлив На сегодняшний День Штан Майназаров Насколько Счастлив Я Лично Как Человек Да То есть Не как Ведущий Я Как Человек Просто Как Человек Как Личность Насколько Я На 9% На 9% Счастлив Куда Я Все Альхамдур Все Меня Устраивает У меня Нет Там Скажем Супер Крутой Тачки У меня Нет Там Супер Большого Дома Виллы Я Как Эль Гатар На самом деле Мне Это Нравится У Родители Прекрасные Меня Все Устраивают Друзья Окружения Хорошие Люди Сейчас Очень Многие Молодые Взрослые Люди Страдают Депрессией Вроде У них Все Есть Но У них В душе Как-то Их Не устраивает Хочется Чтобы Всего Этого Не было Пожелания Всем Нашим Кракстанцам Нашим Родным Близким Мы Всех Любим Хочется В своей Жизни Я бы Не хотел Чтобы Люди Запомнили Меня Просто Как Тамаду Или Ведущего Хочется Быть Более Полезным Для Общества Нашего Народа Поэтому Стараемся Делать Различные Проекты Спасибо Вам За Интервью Самое Главное Чтобы У всех Все Было Хорошо Спасибо Вам Что Вы Пришли Спасибо Спасибо